привет друзья меня зовут геннадий я профессиональный декоратор привет дорогим подписчикам всем привет кто впервые на этом канале сразу начну с главного у нас в этом выпуске будет мастер-класс по нанесению венецианки в художественном стиле с прожилками под мрамор и мы разыграем вот такой вот наборчик это кельма набор шпателей и вискозная губочка достанется это тому кто придумает название шелковому материалу сложно короче объясняю тем кто еще не в теме мы сейчас разрабатываем материал он уже готов формула готова осталось только придумать название дизайн и так далее и будет у меня в продаже материал шелк и осталось только придумать его название есть всем кто хочет выиграть этот комплект инструментов пишите прямо на ю тубе в комментариях варианты как бы вы предложили мне назвать мой шелк я думаю что это как-то должно быть связано с италией какое-то может быть итальянское слово или типа того но в общем то предлагать свои варианты я накидаю еще свои может быть мы выберем один из ваших вариантов это будет круто но в любом случае самые интересные варианты получит вот этот приз и в следующем видео мы будем разыгрывать точно такой же комплект и буду стараться делать теперь розыгрыши в каждом видео так что подписывайтесь сразу же ну а теперь перейдем непосредственно к мастер-класс а еще чуть-чуть рекламы если если вы хотите купить классные павановские и испанские инструменты итальянские испанские инструменты те инструменты которыми я работаю в каждом ролике и вообще повседневно на работе то вы их можете приобрести с доставкой по всему миру и естественно по снг на моем сайте spb fispro decor.com там есть раздел инструментов все сейчас есть наличие это была вторая партия так что забирайте быстрее пока все не разобрали потому что по предзаказам уже какую-то часть мы продали осталось не так уж много переходим к мастер-классу друзья давайте делать винт самку с прожилками будем посмотреть погнали так итак друзья теперь как обычно непосредственно перед нанесением материала ознакомимся с тем что я сделал у нас вот такой вот светло кофейный что ли цвет я этот цвет сделал при помощи смешивания колеров 50 на 50 в равной пропорции polish кофейный и желто-коричневый то есть поровну я добавил это же самое я сделал с более темным цветом он тоже такой кофейный у нас получился только здесь больше колера и чуть-чуть этого цвета я потом отложил в третью баночку и добавил туда колер эко тела это фу блин колер эко терра шоколадный у нас получился вот такой шоколадный цвет то есть у нас грубо говоря трех цветка будет и будем прорисовывать прожилочки вот этим же колером шоколадным при помощи кисточки нулевки беличьи вот именно только такие кисточки я рекомендую для прорисовки прожилок потому что именно такими кисточками беличьими и главное чтоб нулевки были потому что нужна тонкая прожилка иначе жирная прожилка смотрится некрасиво неестественно и заметно глазу режет глаз поэтому вот такая и естественно как всегда нашим павановским шпатель ком мы будем наносить из нержавеющей стали пятнашкой япончиком наш материал а еще скажу мы вот таким материалом пользуемся сегодня это у нас вал пэнт итальянская винсанта очень хорошего качества и такой же воск вал пэнтовский в общем то друзья давайте теперь наносить это у нас идет первый слой потемнее второй слой и местами мы будем еще добавлять темное вкрапление в общем то все увидите сейчас в мастер-классе едем дальше так это убираем тут все мешается друзья как всегда взяли двп шишку кстати кстати следующие образцы винсанки я скорее всего буду делать на больших образцах чтобы было более наглядно и более понятно как это делать на объеме в общем то друзья берем как обычно двп шка у нас она продается в строительных магазинах там можно взять белое двп и порезать его там же теперь наносим первый слой первый слой на объеме я рекомендую делать грунтовочный потому что ну практически всегда мы знаем что подготовка под винсанку нужно хорошая но она не соответствует действительности поэтому мы полностью все проходим на сдир то есть как это выглядит мы берем основной цвет наносим и снимаем наносим и снимаем назир так чтобы покрывалась вся у нас площадь движение все на винсанку уже знаете кто смотрит мои ролики что движение приносение винсанки должны быть закругляющими закругляющими мы не растягиваем не делаем никаких прямых не делаем ровных вот таких вот обрывов даже на грунте мы стараемся делать всегда линию разрыва зигзагом в общем то вы можете посмотреть как делается первый слой винсанки но принцип нанесения зигзагом в ролике где мы делали где мы делали стену под оникс на объекте вот так вот ровненько нанесли ждем высыхания такой минимальный слой очень быстро высохнет примерно 10 минут так и можно будет уже наносить базовый первый слой такая грунтовочка требуется практически всегда перед нанесением базовых слоев винсанки потому что поверхность скорее всего в 90 процентах случаев не бывает идеальной ждем высыхания так друзья буквально 10 15 минут прошло грунтовочка высохла теперь наносим слой берем примерно вот такое количество основного нашего цвета и начинаем наносить на объеме я рекомендую работать слева направо и наносить сухого на мокрое так в данном случае мы делаем нашу фактурку наш базовый слой шпатель ком япончиком делаем все движения закругляющими и оставляем небольшие рисочки небольшие точнее не рисочки какие рисочки небольшие прожилочки перепады но они реально должны быть небольшие иначе вам много очень придется шкурить потом я шкурить не люблю считаю это лишние работы на венецианке и шкурку приемлю только незначительную когда немножко нужно обработать ну что ж друзья потихоньку наносим еще раз напоминаю все стыки должны быть зигзагообразные на объеме у вас так а движение закругляющие где-то можно доработать чуть-чуть где не понравилась текстура где рельефчик хочется чуть-чуть другой сделать так друзья вот такой слой нанесли сейчас я покажу вам его поближе теперь ждем высыхания у нас тут слой где-то миллиметр до толщина самого слоя ну примерно ждем высыхание наверное час примерно час чуть-чуть здесь еще подправлю где мне не очень понравилось так друзья вблизи вы видите что здесь есть такие прожилочки небольшие перепадики но они достаточно умеренные ничего сверхъестественного никакой большой фактуры я не рекомендую делать теперь ждем высыхание час так друзья наш слой высох и теперь мы будем делать еще слой сверху а точнее полтора сразу же слоя для этого мы берем более темный материал и делаем протирочку на сдир закругляющими движениями вот такого цвета он свет тот же самый только темнее и плюс местами мы пройдемся шоколадным цветом вы сейчас увидите как это все будет делаться берем небольшое количество материала и начинаем нанесли закругляющим движением сняли с умеренным нажатием слишком сильно не давим и так по всему образцу проходимся старайтесь не делать ровных стыков на объеме это очень будет смотреться просто косячно мы берем коричневый цвет и начинаем наносить его местами вот такими вот небольшими участками он должен быть в разнобой у нас пятнить я даже стараюсь наверное заполнить моменты где побольше фактуры сначала более большие прошли теперь проходим между ними чуть более маленькие пятнышки а так друзья немножко их соединяю теперь немножко соединение просто соединяя местами местами нет все такое нужно примерно уже с опыта вы будете понимать где вам добавлять где не добавлять и вот такую картину теперь мы оставляем до полного высыхания это примерно минуток 20 слой здесь небольшой сохнет быстро после этого будем шкурить так друзья материальчик подсох теперь нужно убрать все переходы я пользуюсь наждачкой 240 номера она практически не оставляет следов нужно подшкурить таким образом чтобы все вот эти вот жесткие перехода но не все по крайней мере большинство из них нам убрать и плюс сделать поверхность абсолютно ну не абсолютно практически ровно особо убиваться не стоит тоже не люблю шкурку так что шкурим меру я думаю примерно достаточно будет вот такого результата то есть у нас уже появился такой не читаемый равномерный рисунок после чего пыль нужно убрать сейчас министр после того как мы прошли с 240 шкуркой у нас остались такие как бы небольшие царапинки и чтобы эти царапинки убрать мы проходимся наждачкой на параллановой основе в данном случае это номер 220 но она вообще не оставляет следов и когда мы проходимся на все вот эти вот нюансы смягчает и убирает можно даже было коричневого поменьше класть я уже сейчас вижу в принципе чтоб тогда бы мы меньше шкурили но и так нормально так что теперь вытрем пыль и будем делать финишную протирку финишная протирка у нас будет цветом самого первого слоя были вот так стряхнем теперь уже не стесняемся нажатие должно быть сильное точнее нажатие при снятии когда мы снимаем материал вы должны реально сильно давить на шпатик и проходимся по всему образцу так мольберт у нас уезжать немножко проходим закругляющими движениями как всегда кладем нашу финишную протирку и сейчас будет у нас прорисовочка здесь даже можно повернуть пазель чтобы сделать уголок так лампочка у нас умерла фигово сейчас поменяем лампочку высохнет и будем прорисовывать прожилки так друзья после того как протирочка высохла необходимо пройтись еще раз губочкой легонько без особого усердствования чтобы окончательно выровнять поверхность и сделать ее идеально гладкой идеально еще раз стряхнем пыль и теперь можно прорисовывать прожилки так друзья для прорисовки прожилок мы берем колер шоколадного цвета мы берем право с крышечки и я налил сюда воды чтобы чистым колером не мазать а чуть-чуть кисточку размачивать водички и теперь я могу добиваться нужной мне консистенции колера проверяю я сбоку его и будем нарисовать сейчас хаотичные прожилки которые будут у нас идти в разных направлениях почему я выбрал именно тот же цвет что и цвет темных вкраплений потому что так эти прожилки будут смотреться наиболее гармонично таким образом мы можем обходить границы коричневого цвета и тогда у нас эти прожилочки будут смотреться очень естественно хочется отметить друзья что тут уже конечно нужна практика вначале они у вас будут получаться неестественные но потом по мере того как вы будете заниматься этой техникой прожилки естественно будут все улучшаться со временем вот здесь и Вообще можно делать поражилочки сразу в нескольких цветов Тогда картинка будет более объемная Но это уже сложнее, дольше И начать я рекомендую именно с такого варианта Все-таки один цвет Более легкий в нанесении В принципе разрисовывать, конечно, можно это долго Скрупулезно И детализация каждый раз будет улучшаться Но рекомендую вам не заморачиваться на эту тему Если вы работаете на объеме, то, естественно, где-то у вас должны быть такие участки, где вообще нет никакой прорисовки А прорисовка должна присутствовать в меру И должна смотреться естественно То, что вы сейчас, допустим, наносите Это всегда можно подрихтовать, подкорректировать наждачкой Субтитры сделал DimaTorzok Здесь я даже нарисую их побольше, чтобы было понятно вообще принцип рисования прожилок Чтобы по этому мастер-классу Вы смогли сделать что-то свое Естественно, желательно перед тем, как вы будете рисовать прожилки Посмотреть на натуральный камень На то, как они бывают в натуральном камне А прожилки там тоже бывают очень разные Абсолютно разные бывают там прожилки Так что тоже имейте это в виду Так, друзья Нафигачил я здесь гигантское количество прожилок На самом деле не так уж много времени на это у меня ушло Но тем не менее, естественно, на объеме столько рисовать прожилок не нужно Нужно сделать их местами Как-то отмечать какое-то Я просто сделал их так много, чтобы вы поняли Примерный принцип вообще построения этого всего Они должны быть в данной технике не направленные, а хаотичные То есть вы видите, все прожилки, они разносторонние и пересекаются В общем, подожду высыхания Некоторые под шкурю уберу И после этого можно покрывать воском Так, друзья, прожилочки подсохли Сейчас будем проходить с наждачкой Чтобы местами сделать их более заветшалыми Убрать жесткий контраст Чтобы они смотрелись более органично и естественно Я постараюсь оставить побольше контраста именно там, где они жестко подчеркивают Коричневые вкрапления, которые у нас есть А где коричневых вкраплений меньше Там я постараюсь чуть больше убирать Но тем не менее На самом деле такой образец тоже имеет место быть Мне нравится, что их много Смотрится необычно Здесь уже вопрос Такой, насколько это естественно смотрится Если их много и они смотрятся естественно Почему нет, почему нет Это тоже прикольно, насыщенно Интересно Пожалуй, вот здесь добавлю Здесь идет жирненькая И я ее продолжу Чтобы это была такая Наша, грубо говоря, генеральная линия Продолжение следует... Ну, друзья, отлично Я просто увидел здесь композицию вдруг И решил ее подчеркнуть Сделать более выраженные Вот эти вот прожилочки и вот эту Они так стыкуются здесь интересно Подождем полного высыхания Можно покрывать воском Не могу остановиться, е-мое Это уже ненормально Все Финальный аккорд нашей пьесы, блин Пользуемся мы вот таким воском Тоже валпейнт Чера 370 Лючи Данте Отличный воск на скепидаровой основе Значит, берем И снимаем на сдир Все то же самое, как на протирке Только могут быть более размашистые движения Но при этом, ребята, нельзя оставлять Неснятый материал Иначе могут появиться Некрасивые восковые пятна Поэтому работайте аккуратно, внимательно Торопиться не следует С чувством, с толком С расстановочкой Мы видим, как проявляется цвет Но он чуть еще уйдет, конечно Тем не менее Венцаночка станет Более насыщенной Подчеркнутой Так, друзья Воск нанесли Теперь ждем Минут 20 Как он Чтоб он подвзялся И можно будет его отполировать И уже снимем Снимем скотч Посмотрим на конечный результат Так, друзья Минутка 15 у нас прошло Теперь все заполируем И протрем Мягкой тканью Вот такая у нас Овечья насадка На болгарочку Но в данном случае Мы делаем вручную На объеме В принципе Можно пользоваться Болгаркой Можно, в принципе Тоже вручную Все делать Так Натираем Натираем Чтобы Во всех Мельчайших неровностях Воск Зашел Во всякие Низинки И они Стали Разномерно Глянцевые Так Осталось Снять скотч Потому что Пока скотч не сняли Непонятно Что у нас получилось Это Как всегда Самое приятное В моей работе Это снятие скотча Становится понятно Картинка Которую мы сделали Только когда Малярная лента Вся снята Ну здорово Получилось Друзья Давайте посмотрим На эту работу Под разными углами Теперь И разным Освещением Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Ну что ж Друзья Вот такая Венецианочка В художественном стиле С прожилками У нас получилось Насколько она Получилась Решать вам Так что Если вам понравилось Это видео Ставьте лайки И подписывайтесь На этот канал Так как На этом канале Будет еще куча Видео про декоративку Плюс Буду стараться Делать В каждом выпуске Розыгрыш Какого-то инструмента Для декораторов Напоминаю Что в этом выпуске Напоминаю Что в этом выпуске Мы разыгрываем Такую кельму Набор шпателей Вискозную губку И достанется Достанутся Эти инструменты Тому Кто придумает Самое классное название К моему материалу Который скоро Уже будет выпущен Материал Это будет Шелк Так что Придумывайте Делитесь Названиями Вашими Придумками В комментариях Как бы вы назвали Мой шелк Желательно Чтобы это Как-то было Связано с Италией Может быть Какое-то Итальянское слово Или тем того В общем-то Все рассмотрю Варианты У меня есть Еще куча Своих вариантов И какой-то Вариант Будет Итоговым Ну что ж Друзья Увидимся В следующем выпуске Спасибо Что смотрели Желаю вам Творческих успехов И хорошего настроения Все Пока Пока